Всем здарова ребятки, меня зовут Павел и рад приветствовать вас в новой серии прохождения Medieval Dynasty. И с прошлой серии я немножко навел порядок. Ну а прежде чем вам все это рассказать и показать, приятного вам аппетита, запасайтесь вкусным чайком, кофейком, бутербродиками и мы пожалуй начинаем. С прошлой серии прошло пару игровых дней и как их задумал я поставил ряд грядок. Все это дело вскопал, назначил рабочих и сейчас они тут трудятся в поте лица. Я разместил раз, два, три, четыре грядки под свеклу, капусту, лук, морковь и под зерновые здесь у нас овес, пшеница или рожь, да овес, рожь и лен. Во вкладке управления как-то вот таким вот образом это все выглядит. Четыре поля под корнеплоды и три поля под зерновые. Фермерский сарай я назначил четырех человек и только что подумал о том, что в амбар мы назначим свою дорогую женушку Далибору, где она у нас тут есть. Была ремесленником, стала работником амбара. Для чего я это сделал? Для того, чтобы... Сделал я это для того, чтобы она перерабатывала весь урожай в зерна. Ну и по возможности, наверное, стоит добавить тут удобрения, но у нас пока кончилась вся гниль и навоз, к сожалению. То, что было из гнили и навоза, я переработал в удобрение, закинул в склад. Ну-ка, Бублик, как на тебя сесть? И теперь наши ребята все это дело удобряют, засеивают и так далее. Деревянные кирки я им дал, пару мешочков там есть, есть даже металлическая коса и думаю, что все у них будет замечательно. Сегодня я включил неограниченный вес, засунул в инвентарь бревно, ветки, доски, немножечко известняка, все, что накопилось, камень и солому. Сделал я это для того, чтобы избавиться от ряда построек, которые мы видим прямо вот сейчас перед собой. Мне очень понравилась идея пригородных участков, огражденных заборов, огражденных забором и задекорированных, поэтому прямо сейчас мы отправимся к ближайшей шахте и начнем там возводить, наверное, шалаш землекопов, поставим там склад, наверное, одну, один жилой дом. Да, я думаю, в целом одного жилого дома нам должно хватить. Один или два дома я еще не придумал. Возможно, возле этой шахты поместится и парочку. Мне кажется, шалаш землекопов, это два человека у нас, соответственно, это уже одна изба. Далее у нас дроворубы, тоже пригодятся, но их можно разместить там, поближе к дому. Ну и я бы не сказал, что вот это уж совсем пригород. Это довольно далеко. Ой, как это выглядеть стало. Прикольно. И вот бублик, как эксперт, мне подсказывает, что пока я раскапывал грядки, я забыл совершенно, что у меня есть два очка теперь в науке сельское хозяйство, и я бы вкачал ему... Ничего бы я ему не вкачивал, я бы лучше прокачал опыт. Больше опыта, быстрее прокачка. Логично? Логично. Я еще ни разу не был в новой шахте. Что тут у нас? Залежи меди, залежи соли, ничего себе, олова. Ой, а как много меди, так медные инструменты не за горами, ребят, не за горами. Ну-ка, факел. Ой, как неплохо. Интересно, слушайте, а если поселенцы здесь будут в шалаше землекопов или, ну там, в шахте работать, они по аналогии с дровосеками, с деревьями, то есть как-то вроде симулируют работу, и при этом дерево не срубается. Здесь также в шахте. То есть они киркой будут долбать, но ресурс залежи так и останутся? Или как это работает? Ну ладно, посмотрим. Давайте-ка разметим первоначально склад на случай, если я что-то забыл. И-и-и-и-и склад у нас с одной стороны. Я так думаю, что заборчиком вот так вот мы все это дело симпатично обнесем. И склад, наверное, вот с этой стороны бублик. Бублик, говорю. Бублик, отойди чуть-чуть. С этой стороны склад будет у нас. Ой, да ладно тебе возникать. Че ты? Хранилище. Хранилище номер два. Сюда мы склад разместим. Вот, хорош. И давайте сразу в древо технологий зайдем. Я надеюсь, я могу купить фонарь уже? Блин, нет, не могу. До него еще 1800 твою дивизию. Эх, неудачный декор получится. Ну ладно, сделаем из того, что есть. Берем молотки, крафтим пару штук. Здесь у нас будет склад. Ой. Да, вот тут вот у нас будет склад. Шалаш землекопов. Это здание добычи, насколько я помню. Он прекрасно вот здесь вот поместится. Прямо рядышком со складом. Вот каким-нибудь таким образом. Далее, в круг. Нам нужно еще здесь житницу разместить, потому что много хранилищ не бывает. И если у нас склад вот здесь, складская зона. Дома, наверное, мы как разместим? И вход. Вход можно разместить вот с этой стороны. Как-то вот так вот тропиночка. Прошу прощения, тропиночка у нас пойдет вот как-то так. Соответственно, дровосеков. Размещать ли здесь дровосеков, дровоколов, дроворубов? Ой, да почему бы и нет? Где-нибудь их воткнем. Но для начала простой дом или маленький? Здесь вот таким образом разместил я житницу. Простой дом, склад, шалаш землекопов. И как мне кажется, все-таки влезет сюда дровяной сарай второго уровня. Он же относительно небольшой, в принципе. И вот сюда прекрасно влезет. Я немножко тут передумал с чертежами. Шалаш землекопов, склад и дровяной сарай оставил здесь и заменил один большой дом. Ой, сейчас с помощью магии монтажа я это все построю и будем думать с вами над декором. Ну получилось примерно вот таким вот образом. Такая вот у нас магия монтажа получается. Давайте сразу разметим дороги. Дорога это очень важно. Она у нас будет вот отсюда примерно выходить вот так. Ой, вот таким вот образом в сторону шахты. Вот. Немножко криво, косо, но так даже лучше. Косую дорожку сюда поставим. Блин, она получается не очень. Также тропиночки на склад. Ой, а мне здесь зелень возле склада нравится, возле крыльца. Здесь аналогично. Здесь вот такую сделаем. Ну-ка. Начнем примерно вот от сих. И вот так. Хорошо. Во. Но это уже плюс-минус то, что я хотел видеть здесь. Теперь нам нужно разметить забор и внутри подумать над декором. Забор я здесь буду делать бревенчатый. Вот мне он очень нравится. Как бы нам его здесь... Вот тут камушек есть. Затрагивать его я не хочу. Мне нравится то, что камушек будет у нас снаружи. Ну-ка. стройка блокируется препятствием. А каким ты блокируешься препятствием? И с другой стороны делаем аналогично. Еще бы, блин, узнать, как тут. Сделаем тут ребятам небольшой задний дворик. Ну, примерная разметочка выглядит вот так. Надо обязательно зайти на склад, посмотреть, не принесли ли нам еще бревен. И хотел, знаете, что сделать? Утеплить. Шесть известняка на одну стену. Ой, а че так... О, ну, прям много. У меня столько нет. Давайте хотя бы один дом попробуем утеплить. Наш первый утепленный дом, получается, будет. У меня было семьдесят. И сейчас у меня сколько останется? Если меньше тридцати пяти, то все, на два не хватит. Ну да, меньше тридцати пяти. Нужно еще известняка побольше. Ой, серьезно? Я могу утеплить и житницу? Нифига себе. Итого у меня, получается, ушло шестьдесят четыре, да? Блин, да. Шестьдесят шесть единиц известняка на один дом. Блин, а ребята, наверное, больше и не принесли. Ну так давайте глянем. Ну да, тут как бы с известняком все плохо. Но придется как-нибудь вернуться сюда, утеплить вот этот дом. Но этот уже хорош. Давайте сразу сюда кого-нибудь переселим. И наймем первых этих дроворубов, которые у нас там. В двух строениях мы их переведем сюда. Во вкладке управления выбираем добыча, дровяной сарай 2. А что у нас тут у ребят стоит по производству? Бревна на сорок пять, пять, десять сорок. Так, настройки я такие же выставил. Теперь мы нанимаем сюда рабочих. Это у нас Батильда, у которой уже четвертый уровень навыка, пока мы тут фигней занимаемся. И еще один лесоруб. Дедер. У него тоже четвертый. Дедер, молодец. Также выбираем дома, маленький дом. Какой бы из них выбрать? Судя по всему, вот этот маленький дом. И назначаем сюда Батильду. Вы уверены, что хотите перенести семью в новый дом? Да, я уверен. Ой, они и парой сразу переселяются. Вот это хорошо. Настроение у них 59%. И вот здесь они живут. Давайте сразу задекорируем им дом. Как это сделать? Утепленная каменная стена. Деревянный чердак. Фундамент. Ну-ка, сборка. А вот, нужно было выбрать сборку. Украсить. Стена. Че могу? Трофей? Ну, трофей лося. Череполеня, блин. Да не, не хочу. Из-за освещения ничего не могу. Ебать барельефа. Кстати, барельефы, оказывается, делаются из досок и выглядят примерно вот таким образом. Справа, смотрите. Это резная картина получается. Я почему-то думал, что они из тканных материалов каких-то. Ну и ладно. Они у нас лесорубы. Поэтому покупаю рецепт двойной вешалки и вот сюда ее, возле кровати прям. И возле входа хочу, потому что я размещу здесь топор. Да, вообще классно будет. Это же дом лесорубов. А что я могу на деревянном чердаке? Могу ли я сделать им украшения из соломы? Ничего себе. Мне нужна льняная нить и кожа, чтобы сделать им здесь подвесной фонарь. Конечно, я хочу им сделать подвесной фонарь. Льняная нить и кожа. Запомним, да? Запомним. Над кроватью им фонарь разместим. Ну тут рядышком между кроватями получается. И в свободных местах, что у нас тут есть? Есть возможность цветочный подвес. Да, конечно, я согласен. Неплохо выглядит. И в месте номер 4. Ой, они еще и разные бывают, вы посмотрите. Но, блин, дорогие сейчас, не могу себе позволить. Я льняную нить 8 штук на него израсходовал. А зачем я это сделал? Хе-хе-хей, мне ж теперь фонари нужно делать. Не пойми из чего. Ну ладно. Всякие соломки тут развесим в свободные места. Почему бы и нет? Да, украшения из соломы заполним как-то так. Так, далее у нас тут возможность есть шторы им придумать. Льняная ткань нужна и льняная нить. Для начала разместим им пару подоконников. Вот как-то так. Здесь мы им на стене можем над кроватью, что им сделать? То же освещение. А можем деревянную полочку. Им вот такую какую-нибудь тысячу монет, тысячу монет. Покупаю рецепт деревянной двойной полки. Сделаю типовое такое декорирование во всех домах поселенцев. И вот тут мы еще что-нибудь повесим. Было бы хорошо бы рельеф. Но мы можем максимум трофей оленя. А иногда лучше и не мудрить сильно. Поэтому мы оставим вот пару стен пустыми. А то все будет как-то слишком наляписто. Декор внутри здания у нас готов. И снаружи мы еще можем, оказывается, поставить деревянные ставни. Небольшую деревянную полочку. Покупаем рецепт деревянных ставней. И вот так вот их. Ну-ка, открыть. Ой, как хорошо. А с этой стороны пока что закроем деревянные ставни, да. Хотя, почему бы и нет. Пускай тоже будут открытыми. Далее, пока у нас вечереет, темнеет. 317 бревен у нас есть. Начинаем делать забор. Кстати, по заборам. А могу ли я сделать ворота? Ой, а что они такие? Прям странные, странные. Передумал я делать ворота. Так себе они выглядят. Да и зачем они тут нужны? Поэтому методично на перемоточке строим забор с новой анимацией. С новой анимацией прогресса стройки. Выглядит, конечно, впечатляюще. Почему это появилось спустя только два года, непонятно. Забор готов. Наши дровосеки пришли. И выглядит он внешне, ну, вполне себе неплохо. Мы это все дело сейчас еще задекорируем. Разбросаем здесь доски, бревна как-нибудь так аккуратненько. Факела выставим. Бублик не возникай, не перебивай меня. И в этот дом я переселил наших землекопов. И здесь настроил примерно все, где он у нас, шалаш землекопов. Почему-то тут нет инструмента. Я его только что же положил. Кирки, лопаты. Короче, в этом шалаше 30% камня и 60% известняка. Я хочу эти настройки применить. Пока что подождать пару дней. Пускай они известняка нанесут. Я хоть утеплю здесь второй дом. И в скором времени, наверное, шахтеры-то сюда должны прийти в скором времени. Вот, судя по всему, он уже напрямую идет. Какой-то житель. Давайте подождем, побегаем. Неужели он прям не по мосту, а прям вброд переходит эту речку. По центральной тропинке я сейчас разбросаю доски. Вот так вот вплоть до шахты. И может быть куда-нибудь сюда уйдем. Но здесь я планирую сделать ребятам небольшой задний дворик. Со столиками и скамейками. Также с костром. С кострищем каменным было бы неплохо. И они уже принялись за работу. Она прям переоделась только что? Серьезно? Я не знал, что у них есть рабочая униформа. А че это такое? Че за чепчик? Батильда. Ну-ка поделись. Я тоже такое хочу. А че он у тебя белый, чистый, не грязный? Где стираешься? А почем порошок? Она не хочет со мной разговаривать. Ну и ладно. Я на тебя обиделся и пошел делать декор. Доски я каким-то таким образом тут неаккуратно раскидал. Имитируя какую-то дорожку что ли. И пока что, на мой взгляд, это выглядит не так, как я задумал. Потому что тропинка оказалась немножко кривой. Какие-то доски частично свисают. Но в общем и целом вроде бы как нормально, но сильно выделяется. Режет глаз. Нужно еще поставить внутри заборчики. И перед этим, перед тем, как ставить заборчики, я совсем забыл, что нужно задекорировать наш дом. Но не наши, а наших дорогих поселенцев. И как-то я проглядел тут с окном, получается, да? А зачем им окошко конкретно здесь? Им и одного хватит. Да? Ну-ка ставни сюда им ставим. Вот так вот открываем сразу. Вполне себе. Здесь им вешаем полку для инструмента. Не хватает мне льняной нити на двойную полку. Придется потом вернуться. Поставлю пока длинную. И деревянный чердак украшаем соломой и цветочками. Выходит, что пока что соломой везде мы его украшаем. Ну и штору повесим такую. Да и как бы, в общем-то, и все. Мех. Я совсем забыл про то, что я могу мех. Борсучья шкура. Нужно три единички меха. Ну-ка давайте на склад заглянем, что у нас там. И в этот домик тогда тоже поставим. Ковры. У нас мха 183. Мха, говорю. Меха 143 единицы. Стебель льна у нас есть. Да, придется проехаться до дома, конечно. В одном доме борсучьи шкуры раскиданы. И во втором делаем то же самое. Не ахти какой декор. Декор внутри домов я делаю для нас. Настроение поселенцев. А не для красоты. В основном. Декор он нужен как бы больше для нас, да? Потому что поселенцам на него как бы все равно. Они довольно равнодушны к тому, что мы тут разбрасываем доски. И как нам все эстетически для нас. Им как-то все равно. Поэтому мы постараемся увеличить темностроение за счет декора внутри, который нам разрешает сделать игра. А для себя мы сейчас тут возведем. Наведем марафетик. Для начала разметим зону для бревен. Вот это вот вдоль здания, вдоль сарая неплохо выглядит. Ограничим ее так вот неказисто изгородью из палок. Вот на три единички. Да, хорош. И вот каким-то таким образом. Достаточно места, по-моему, для бревен. И доски еще неаккуратно. Нужно будет поставить как-то облокотить их вот здесь. Ну ладно, давайте сначала закончим с этим. Так, ребятушки. Небольшое включение. Пришлось применить магию монтажа, в которой я основательно запутался уже. Я, значит, прочувствовал на себе дефицит ресурсов. Это раз. Я он разместил там то, что хотел. Поставил бочку. Здесь у нас небольшой как бы импровизированный склад ресурсов. Там сундучок, скамеечка. Ну, стульчик для отдыха наших лесорубов. Надо, кстати, сразу бы второй тут поставить. Каким-нибудь вот таким вот образом, да. Нехай стоит. Разместил заборчик вдоль тропы основной. Слишком много его добавлять не хотел. Со всякими этими калитками это ни к чему. И мне пришлось, короче, прогуляться с бубликом до дома. Во-первых, у меня кончилась льняная нить. Мне нужно на освещение. Плюс еще льняная ткань. Деньги нафиг кончились. Пришлось сделать шустренько глиняные... Ой, эти... Флаконы, как их... Деревянные флаконы, вот. И продать. Чтобы купить немножко ресурсов. Доделать, короче, льняные нити, льняной ткани чуть-чуть. Плюс еще у земли этих пашцев, где они тут... Ой, древотехнология что-то открылась. Блин, что с курсором опять? Вот переключался на ОБС-ку и курсор пропал. Зараза. Вот, у землевладельцев... Земледельцев, то есть. Кончилась сумка, блин. Я только-только себе подформил этой льняной нити, льняной ткани. Скрафтил им мешочек обычный из кожи. И что-то долго у меня значок не пропадал. Вот слева который. Новое здание, загон для гусей. Хорошо. Я, короче, еще три сумки им сделал. Опять немножко потратил льняной нити. Туда-сюда сходил. Хе. И вот такая неказистая магия монтажа пока что получается. Давайте я сейчас с Бубликом... Бублик... Ты, блин, вот сюда встань куда-нибудь. Во. Давай, шуруй. Ох ты, это что у нас тут? Сбор камней? Ничего себе. В общем, я сейчас вот возле этого кустика встану. Сейчас только дождемся, когда Бублик отойдет немножко. Чутули совсем. Давай, давай, Бублик. Иди сюда, хороший мой. Я сейчас возле этого кустика встану. Вот, примерно так. Щелкну пальцами и будет полноценная магия монтажа, где я уже декор закончу без лишних слов, без лишней возни и устроим небольшую мини-экскурсию. Ну и, собственно, вот как-то так это все выглядит ночью. За мной находится костерок. Костерок, тут импровизированный столик для пикника возле ручейка с факелом, с контейнерами, с лавочками, с дровами, со всеми делами. К сожалению, на большое количество факелов мне не хватило, и у меня их раз, два, три, четыре, пять штук и шесть, включая место для пикника. Давайте я, наверное, прилягу здесь до следующего дня и покажу вам все при свете. Факела выключились, разумеется. Кстати, у нас уже сменился сезон. Это лето. У меня ушло довольно много времени. И при входе нас встречают две стойки под факелы, обложенные, ну, с забором обведенные, и внутри я заложил камень. Ну, так чисто декора ради. Кстати, тут у нас зона заготовки дров. Я решил разделить бревна. Ну, грубо говоря, я представил, что часть этих заготовок условная береза, часть там сосна, и что-то вот сушится, допустим, перед тем, как пустить это в строительство. Небольшой декор сзади у дровосека. Есть место, где он может присесть, отдохнуть. Также парочка контейнеров. Здесь у нас лежат уже готовые ресурсы. Бочка так по мелочи. Корзиночка. Цветочки. Ну, и тут тоже бревен накидал. Далее продвигаемся и идем в жилую зону. Здесь у нас один факел. Обязательно лохань, чтобы можно было помыть ручки. Костерок. Две табуретки для отдыха. Цветы при входе. На подоконнике флакон. Зверобой. Ну, тут особо ничего не поменялось. За домом у нас еще один столик для пикника. Здесь корзинка. Ничего внутрь не ложил. Естественно, у нас тут дровишки лежат, чтобы можно было подкинуть в костер. Утеплил второй дом. И заметил, что поселенцы самостоятельно закрывают ставни на окнах. За житницей у нас находится небольшая компостная куча. Но это скорее для моего удобства. Житница первого уровня пока что, к сожалению. Вокруг нее разбросаны разные контейнеры, бочки, ведра. И, естественно, мне пришлось поставить колодец. Потому что нужно было наполнить ведра. Ой, нужно было наполнить лохани и так далее. Также, мне кажется, расположение колодца здесь довольно удобной функцией. Когда я пойду в следующий раз и в первый же за ресурсами в шахту, то по пути я всегда смогу наполнить бурдюк водой. Здесь у нас находится шалаш землекопов. Он не так сильно декорирован, как все остальное. В общем-то, тут и так по мелочи. Еще один костерок, лавочки для отдыха, контейнеры, лохань, чтобы можно было умыться после длительного рабочего дня. На заднем дворике там ничего не размещал. Сначала хотел разбросать камни, но они вот все на факела ушли. Внутри у нас тут ничего нету. Я имею в виду внутри сарая. Здесь еще одна лохань. И вот что я еще забыл вам показать. Где он? Вот он, медный топор. Конечно, жалко, но в качестве декора пусть будет. Неплохо выглядит. Ну а нашим сильным землекопом я оставил дома лопату. Вот так вот. Это царь лопата пока что у нас, по-моему, медная. Или оловянная. Что-то около того. Ну, в общем, получилось как-то примерно вот так. Я думаю, что я сейчас встану вот здесь и нажму на скриншот. Вот так примерно это выглядит от первого лица. По-моему, вполне себе мило и уютненько получилось. Однако, нужно сказать, что этот процесс занял у меня пару часов. Даже побольше будет реального времени. И как оказалось, хорошо, что есть полезная функция отключения ограничения веса. Блин. Потому что это все очень много весит. Куча досок, куча бревен и так далее. Не вижу смысла утеплять здесь вот эти все постройки. Надеюсь, их утепление на настроение жителей никак не влияет. И сейчас у нас, кстати, сменился сезон. А это значит, что у нас тут, ох, ничего себе. Но с этим мы разберемся в следующей серии. Кстати, между весной и летом приходил мужичок. Предложил нас поднатаскать в плане охоты. И я, разумеется, согласился. Поэтому я еще одну... Поэтому еще одну очко я трачу в опыт, пожалуй. И следующим этапом увеличу количество ловушек. А вот это уже вполне себе можно оценивать как хороший добротный скриншот для превью. По-моему, довольно уютно. Ну а мы с Бубликом отправимся примерно в сторону дома, наверное. Нам нужно посмотреть, почему у нас проблемы с едой. Немножко поуправлять и заняться легким менеджментом в нашей деревне. Ну а вам, дорогие зрители, большое спасибо за просмотр. Обязательно оставляйте комментарий, понравился вам декор или нет. Как декорируете свои поселения вы, было бы очень любопытно узнать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте фидбэк в комментариях. С вами был Павел. Всем вкусного чая и добра. Субтитры сделал DimaTorzok